Здравствуйте, уважаемые зрители! Поскольку меня постоянно засыпают вопросами относительно коноплю, конопленное молочко делать, и льняную кашу, отвечу по этим вопросам, прошу везде всех, кто тут опубликовать где-нибудь, чтобы просто мне по этим вопросам больше не писали, но ведь невозможно по 20-40-50 раз одно и то же отвечать. Давайте так разберемся. Льняная каша, в чем ее отличие и преимущество перед любой другой кашей? Любая другая каша, которую варят, она мертвая, поскольку минералы в неорганическую, уже не ионную форму переходят, белки сваиваются, денатурируются, ДНК плавится. Мертвая, тяжелая пища, которая вызывает пищевой ликоцитоз, которая склеивает, собственно говоря, эритроциты. Ну, собственно говоря, это все понятно, и вы в роликах моих это смотрели, повторяться не буду. Каша льняная живая, в кавычках каша, которую я предлагаю, она очень проста. Берете кофемолку, либо блендер на низких оборотах, взмалываете вот этот лен, только не покупайте никогда, лен уже помолотый, ведь жиры и кислоты быстро окисляются органически, да, жирные кислоты, нельзя, поэтому вы берете цельное зерно, кидаете в блендер, буквально в кофемолку, да, там не важно, секунды, несколько секунд, в крупку взбивается, эту крупку вы кидаете в плошку, миску, наливаете теплой воды, только не кипятите воду, вот вы чайник поставили, из-под крана, или там после осмоса обратно, воды налили, до 60, там, 50, догрейте, залейте в эту кашу, заливаете, ложкой мешаете, в каше моментально, вот эта крупка вбирает в себя влагу, и поэтому вы можете регулировать, какую вы любите, погуще, там, пожиже, консистенцию, ну, добавьте туда меда для вкуса, чтобы так вот было приятнее, или какую-нибудь ягоду, разморозьте чернику, там, голубику, морожку, или землянику, с сиропом топинамбур, можно нашу взять, если под рукой есть, это прекрасно, и 20 видов ягод, и вкусы можно чуть ли не каждый день, разнообразие делать, и польза какая будет, для детей, для вас, но ведь эта каша будет живая, там, минералы будут не разрушены, белки, вернее, аминокислоты, составляющие белковые молекулы, почти в полном объеме, почти в полном составе, 22, если тем более вы это сделаете с черникой, или с земляникой, или с медом, будут с сиренокислоты, пищевая ценность колоссальная, коэффициент усвоения близкий к максимальному, вы это спокойно съели, и ощущение, вот взять любого человека, который привык к вареной каше, самого хоть большого толстяка, который там, значит, вот дать ему попробовать, он скажет, да, каша, вкусная каша, все привычное по вкусу, а зато она будет живая, понимаете, а коль нет разницы в привычках, ощущениях, да к тому же, это полезно, так это глупо не пользоваться такой возможностью, это вот как я объяснил, как делать сольняная каша, так, все, второе, конопля, конопляное молочко, цельная конопля, уникальный продукт, это мерзавцы-подонки, за последние там 100 лет, там сделали из конопли наркотическую отраву какую-то, да, раньше коноплю веками наши предки держали, шли, шили одежду, так сказать, все что угодно, для пищи семечки, то есть вы берете семечки в блендер, ну, сначала можно промыть их, подержать в воде, замочить можно несколько часов, можно этого не делать, лучше замочить, да, в блендер кидаете, сколько, ну, примерно 10 столовых ложек, ну, начинать можно от 5 на литр воды, и потом уже крепче, кому по вкусу, взбили, отцедили через несколько слоев марли, молочко будет, добавили мед туда, а вот некоторые люди мне рассказывали, вот у меня из одного эко-поселения, ребята брали, делали, говорят, ну, вкуснятина, необычайная, как они делают, замачивают в воде, 10 ложек примерно на литр воды, уже промытые, набухшие, ну, часа 2-3 отмачивают, кидают, в блендер с водой, взбивают, туда мед, и банан, тоже взбивают, и вот получается, то есть не отжимают, не через марлю, не отцеживают, прям вот все, и говорят, это просто очень вкусно, ну, и уж, естественно, очень полезно, лучше, конечно, без банана все-таки фрукты лучше с этим не мешать, но можно уж в крайнем случае ничего страшного, а если ребенок, например, проблемы не ест, а надо его действительно же кормить полноценным питательным составом, но так будет есть, да еще как будет, ведь очень вкусно, так и прекрасно, конопляное молочко, можно детей с грудного возраста, недель первых жизни поить, выпаивать, это на Руси так и делали, пока это все не свели, не вытравили, и с молоком, коровьим, суррогатами этими не стали заменять, материнское молоко, конечно, ничем не заменить, но есть в растительном мире уникальные вещи, которыми относительно, конечно, но можно заменить хотя бы с первых недель жизни, а лучше месяцов, разумеется, но даже с недель, это морковный сок, сначала водички разбавленные, потом уже концентрированные, да, хорошие, только экологически чистые, желательно, ну, конечно, конопляное молочко, вот, что можно, вообще никаких прикормов там не надо вводить, помимо этого, желательно до 6 месяцев, вообще, кроме молока материнского, ничего не потреблять ребенку, потом, помимо материнского молока, можно вводить чуть-чуть морковный сок, конопляное молочко, и до года не надо никаких твердых других, потом можно кашку льняную вот эту вводить пожиже, которая потом уже, вводить какие-то овощи растертые, живые, нормальные тыквы, там, с кабачком, пророщенным каким-то овсом, Голозерном можно в блендере взбить Но это потом, до этого вообще даже не надо Вот я, видите, еще коснулся темы первых месяцев Кормления детей Вот ответил на эти вопросы главные Прошу эти ролики Ну максимально, кто спрашивает Уж помогите мне и в блоге дать ссылочки Для тех, кто обязательно будет еще спрашивать А как правильно льняную кашу делать А как правильно конопляное молочко Благодарю вас, до связи До новых встреч!